Более 13 акций с устрашающим названием «Черная метка» проведено в районе с начала апреля. На этот раз сотрудники МОЗОБЛ ЕРЦ отправились по адресу город Раменская, улица Рабочая, дом номер 7. Добрый день. МОЗОБЛ ЕРЦ организация. МОЗОБЛ ЕРЦ за квартиру, значит, засвет 8304 рубля, законодательные услуги 226 тысяч. Я в курсе, но я здесь снимаю. Смотрите, вам нужно будет погасить данную заблужденность. Сегодня мы вас включаем в интернете. Тут есть питанция на оплату. В данном случае квартира снимается. По условиям договора оплату за коммунальные услуги и электроэнергию должен производить хозяин жилья. На сегодня образовалась огромная задолженность. Связывайтесь с ней. Я ребенок буду плавать. Связывайтесь с ней срочно. Оплачивайте, и потом будет поправлено подключение у вас. Так, запирайте документы. Если вы не владелец, тогда просто. Сейчас. Я открою, что она есть. А какую сумму отдал? 8304 рубля. Давайте тогда я с квартирой подплачу. Ну, мы вас все равно уже отключаем. У нас сорвали уже плампу. Поэтому сегодня оплачивайте и оплачивайте потом повторное подключение, и вас подключат. А повторное сколько будет? Это у меня дошло. Это у меня на Махова 6. Вам там все объясняют. Оперс за первый этаж. Чем быстрее вы оплатите, тем быстрее вас будет отключить. Теперь надо более ответственно относиться. Не контролировать, тогда как-то решить вопрос о том, что вы оплачиваете коммуналку. Сегодня мы приехали на улицу Рабочая, где общая сумма долга за электроэнергию у населения по определенным домам состояла порядка 31 тысячи рублей. В большинстве случаев у должников на самом деле есть возможность оплатить за электроэнергию. Просто халатное отношение к квитанцам за электроэнергию и безответственность какая-то. Напоминаю, что у населения нужно более ответственно относиться к счетам за электроэнергию и за жилищие коммунальные услуги. Конечно, принудительное отключение электроэнергии стимулирует неплательщиков к погашению задолженности. Но может не стоит доводить до крайностей, сидеть без света и тратить нервы, которые, как известно, не восстанавливаются. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина и Андрей Минкин. Для программы «Городские вести».